Всем привет, ребятушки! Это что-то невообразимое! Сейчас практически 12 часов ночи. У меня есть знакомый парнишка, зовут его Никита, короче. Он, ну, тоже ему так иногда надоедают гаджеты. Он пользуется айфоном X, айфон 10. У него на 64 гига, не помню, цвет, по-моему, белый. В общем, он тоже смотрит канал и, соответственно, знает, что я приобрел Pixel 2 XL и такой, блин, я тоже хочу Pixel, короче, гоу, меняться. В общем, сейчас иду на встречу, не знаю, что из этого получится. Я сегодня целый день бегал по делам, уставшая голова вот такая. Короче, это вообще что-то с чем-то, а. В общем, как-то так. Кстати, насчет... А, во-первых, я должен сказать новое видео. Поехали! Ну вот, а теперь можно смело рассуждать. Вы никто не заметили один недостаток. С экраном все в порядке, он не желтит, не зеленит. У него характерные маледовские примочки в виде черный-черный, белый немножко в зеленень. Но это нормально. Все можно, в принципе, отрегулировать какими-то софтовыми плюшками. А единственный минус – это у него с одной грани, с левой, битый пиксель прямо с завода. У пикселя битый пиксель, короче, прикиньте. И когда клиент в интернет-магазине открыл, сразу его увидел на белом фоне, и, соответственно, ну, ему дали другой. А этот абсолютно нулевый. Непосредственно, как бы, продали, ну, типа мне. Поэтому вы не увидели этот дефект. На темном фоне он не виден. На светлом фоне, если только обращать внимание. Поэтому я обязательно сделаю видео, где и как нюансы приобретения, потому что это на самом деле инфа интересная. Смартфон, скажем так, не то что предки, но на полках магазина не лежит. Все знают, как покупать Apple там, и мои пробилы, и все, до свидания. Тут, как бы, нюансов немножко побольше. Вы не поверите, иду, сейчас записываю видос, опуская глаза на асфальт, на пол, короче. И карточка скидочная. Красная и белая. Магазин алкашки. Я не знаю, к чему это. Ну, в общем, такие дела. Это какое-то сумасшествие, короче. Этот пиксель реально на удачу. Он крутой. Ну что, ребятушки, это какая-то сумасшедшая ночь, короче. В итоге мы встретились. Мы старые добрые приятели. Не друзья, конечно, в том плане, что мы не так часто встречаемся, но пересекаемся постоянно по какой-то технике. Я этого парнишка узнаю уже много лет, больше четырех. Ну, в итоге, короче, мы замахнулись. Пиксель 2 XL на iPhone X, он же 10 на 64 гига. Практически в идеальном состоянии. Комплект на комплект. В общем, это что-то неимоверное. Я полночи, соответственно, настраивал десяточку. Все настроил. Сейчас снимаю на фронтальную камеру. И давайте уже посмотрим, как он выглядит. Ну вот, ребятушки, вот он, виновник торжества, виновник этого пиксель, соответственно, 2 XL. Действительно, так получилось, что ваш хэштег сработал. Пиксель на удачу сделал так, что у меня сейчас в руках один из самых крутейших смартфонов нашего времени. Это iPhone X, он же iPhone X. Собственно, серебристый. Друзья, он такой, достаточно тяжеловатый. Первые такие ощущения, ну, он тяжелее всех других смартфонов. И компактность, и при этом очень большая диагональ дисплея говорит нам о том, что все-таки компании Apple умеют удивлять. Умеют удивлять даже спустя годы, после того, как они клепают год за годом одинаковые смартфоны, семерки, восьмерки. Сейчас вот десятка в руках ощущается совсем по-другому. Поэтому камера здесь одна из неплохих, но в то же время в какой-то степени она либо такая же, либо немножко уступает пикселю 2 XL. А потому что там работают все-таки больше алгоритмические, софтовые приколюхи. Здесь это все заделано на линзы. Естественно, стабилизация, она шикарнейшая. Фотографии получаются очень-очень хорошими. По состоянию здесь наклеено стекло, но оно вот как бы облупливается вот так вот по боку. Естественно, надо снимать и устанавливать полноразмерное 5D, 6D стекло такое есть и продается везде на Алиэкспрессе. Сзади у нас наклеена пленочка. Пускай будет это хорошо. По состоянию грани все практически в идеале. У него нет никаких нюансов. То есть смартфон заряжается, все хорошо. Фотографии работают, музыку играет. В общем и целом, друзья, вот так выглядит непосредственно телефон, который ушел на замену Pixel 2 XL. Но я вас прошу не расстраиваться. Еще я выпущу как минимум два видоса про Pixel 2 XL. Мы договорились с Никитой, что непосредственно встретимся и обязательно снимем сравнение камер этих двух монстров в мобильной фотографии. Поэтому пишите Pixel на удачу. Продолжайте писать этот хэштег для того, чтобы мы поняли, что... Но я понял, в частности, что вам интересна эта история. И что действительно мы встретились и забацали такое сравнение именно фотовозможностей. Вот так вот именно от пользователя, от обычных, можно сказать, ребят у нас на YouTube. И непосредственно рассказали вам о фотовозможностях. Да вообще сравнили две эти модельки. И обязательно будет видосик о том, как, где и какие нюансы про покупку. Потому что вы просите рассказать, на что смотреть, что пробивать. Я не оставлю, скажем так, без внимания вот этот вот нюансик и обязательно вам расскажу. Это непосредственно такой хендзон. Вот телефон. Про него я тоже собираюсь снять. Пока я ни на что его не собираюсь обменивать, продавать. Я про него сниму пользовательские, конечно, обзоры системы. Потому что на него установлен iOS 12 Beta 4. Я сниму, каково это использовать телефон. И как я пришел к тому, что у меня в руках вот такой вот телефончик. На самом деле, просто несколько месяцев стараний, всяких покупок, обменов. И в итоге вот такой вот смартфон у меня на руках. Поэтому это было, в принципе, нелегко. Это не просто так это все делалось. Но все-таки он у меня в руках есть. Поэтому пишите. Пиксель на удачу. Для того, чтобы увидеть еще парочку видосов про Пиксель. Не расстраивайтесь. Те поклонники компании Google, которые топят за Пиксель. Наоборот, узнать. Давайте я узнаю. То есть я тем смартфоном попользовался чуть больше, чем полтора дня. И у меня сложились общие впечатления об устройстве. То есть это, конечно же, не такое длинное, как использование. То есть не такое долгое использование, как месяц или два. Но все-таки все равно первые впечатления у меня сложились о смартфоне. Ничего плохого я про него сказать не могу. Но сейчас, конечно же, надо вовсю тестировать именно iPhone X. У меня здесь вот такой вот котик. Лайк за котика. Спасибо вам большое, друзья. Вы суперкрутые. Вы супернормальные и отличные люди. Потому что вы действительно пишите волшебные комментарии, волшебные хэштеги. Пиксель на удачу сделал так, что он действительно принес удачу. Он будет верой и правдой служить Никите. Ну а его iPhone X, iPhone X, я надеюсь, будет служить мне. Поэтому вот как-то так. Всем привет. Это моя новая студия на открытом небе. Сегодня мы вещаем практически с центра города. Рядом куча торговых центров, парикмахерская. И, в общем-то, тут даже не всем привет. Это, наверное, подытоживание видео. Обмен посреди ночи Pixel 2 XL на iPhone X. Вот так это произошло. Вы все видели. Вы, можно сказать, были очевидцами. Поэтому прожимайте Pixel на удачу до сих пор. Пишите именно хэштег. Ставьте значок хэштега и пишите Pixel на удачу. И обязательно будут видосы и про Pixel, и про iPhone X. Вам большое спасибо, что досмотрели до конца. Пишите, что вы супергерой. Хэштег также Дональдак у нас рабочий. Я отвечаю всем и каждому. Подписывайтесь на чат в Телеграме. У нас проходит розыгрыш в конце месяца. Каждого летнего месяца мы разыгрываем. Я разыгрываю, в частности, Xiaomi Mi Band 3. Чем больше участников, тем больше розыгрышей. Давайте, прожимайте там лайк, дизлайк. Пишите комментарии. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok